К другим темам. Грамотный пешеход. В преддверии осенних каникул управление госавтоинспекцией Челябинской области предложило школьникам пройти интернет-тестирование. Снабженное красочным материалом, оно наглядно показывает ребенку, как нужно себя вести на дороге. В школе номер 60 изучению правил дорожного движения уделяют повышенное внимание. Знания оттачивают и на уроках, и вне их. Поэтому к предложению пройти интернет-тестирование по ПДД здесь отнеслись с большим интересом. Отвечали дома. Это все было в свободной форме. Дети нашей школы отозвались живо на это тестирование, которое было предложено учащимся школы. И было адаптировано для двух возрастных категорий. Первый – это с 1 по 4 класс, и второй – это с 5 по 11. Дети с удовольствием прошли тестирование и ответили на вопросы. Чтобы ответить на вопросы со своего смартфона, по ссылке нужно было перейти на нужный сайт. Снабженный яркими иллюстрациями и интересными ребусами, он в увлекательной форме не только напоминал правила дорожного движения, но и показывал, как вести себя на дороге. Тест мне показался очень увлекательным и очень удобным в том плане, что это можно делать в абсолютно любой точке мира, хоть дома, хоть в школе. Он был такой как бы с картинками, очень интересно, все хорошо показывалось, хорошее время проведения. Потому что да, можно узнать новую информацию для себя по правилам дорожного движения. В рамках тестирования детям предлагалось ответить на вопросы, которые касаются в первую очередь безопасности пешеходов. Правила перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, использование световозвращающих элементов, а также различные факторы, которые влияют на безопасность детей. Например, использование смартфонов при переходе дороги, капюшонов, наушников. Таким образом, конечно же, формируется культура безопасного поведения на дороге. Все это школьникам рассказывается на уроках по изучению правил дорожного движения. Однако, выйдя на улицу, они об этом частенько забывают. В результате в 11 из 36 ДТП с участием детей, произошедших с начала года в Магнитогорске, виновны сами несовершеннолетние пешеходы. Поэтому для закрепления знаний для ребят в рамках тестирования было организовано еще и практическое занятие. Приняв в нем участие, школьники должны были показать, как правильно переходить пешеходный переход с самокатами, скейбордами и мячами. Решая эти проблемные ситуации, которые складываются на дороге, тем самым они пополняют свой опыт участия в дорожном движении. В ходе тестирования и практических занятий высокие баллы набрали многие школьники. Они отметили, что благодаря наглядности материала поняли, лишними эти знания не будут. Ведь впереди осенние каникулы, которые многие проведут активно. Это спасет нас от всех дорожных бед, спасет нас от всяких неприятных ситуаций. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.